Наше будущее – это дети. И все мы, взрослые, хотим для них только самого лучшего и стараемся оградить от житейских проблем. Всегда ли нам удается добиться намеченных целей? Над решением этой задачи нужно постоянно работать. До сих пор сохраняет в нашей стране свою актуальность старый лозунг «Всё лучшее детям». Делается всё возможное, чтобы они спокойно росли и развивались. Для этого нужно в первую очередь позаботиться о безопасности. Решение этой проблемы – забота общая, поэтому родители учащихся и педагоги приняли участие в районном родительском собрании. Главное, прежде всего, это родители. Именно родители лучше всех знают своего ребёнка, чувствуют его. Именно родители имеют право и должны постоянно находиться рядом со своими детьми, контролировать их учёбу, досуг, знать, чем ребёнок увлечён, что радует, а что расстраивает. Именно родители – те люди, которые в первую очередь должны почувствовать и заметить, если с ребёнком что-то не так происходит, и первому прийти на помощь. Чтобы детство в нашем районе было счастливым и безопасным, нужно серьёзно поработать с сотрудником детских садов, школьным педагогом, правоохранителем и самим родителем. В своём выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко сделал анализ состояния дел. Говоря о пожарной безопасности, он в преддверии новогодних праздников подчеркнул, что недопустимо использовать пиротехнические изделия в учреждениях образования. Мы тщательно стараемся готовиться к нашим новогодним мероприятиям, чтобы не омрачить ситуацию, обращая внимание, что никаких пиротехнических изделий в школе быть абсолютно не может и речи. И это не только подвергает риск опасности срыва мероприятий, но и подвергает опасности всех присутствующих на этом празднике. О социальной безопасности детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и шла речь в докладе. Нужно, чтобы родители как можно лучше знали, чем живут их дети, что находится в круге их интересов и при необходимости как можно быстрее нейтрализовали негативные воздействия. Необходимо в трудных ситуациях больше использовать помощь специалистов, прежде всего психологов, постоянно проводить разъяснительную работу с детьми. Дети – это главное в нашей жизни, это наше будущее. И несмотря на те сложности, которые возникают у нас в воспитании, они растут, развиваются, радуют нас своими успехами. И наша задача – поддержать их в добрых, хороших делах и оградить их от всех неприятностей. Руководитель Славянского межрайонного следственного отдела Евгений Руднев отметил в своем выступлении, как высока ответственность взрослых за поведение детей, в частности, за их самовольные уходы. Он рассказал об опасности таких поступков и о том, как их предотвратить. Проблемы могут быть и во вполне благополучных семьях. Для нас, для всех, чужой опыт – это должен быть уроком, для того, чтобы мы не наступали на эти драки. Поэтому смотрите, чувствуйте своих детей. Это касается в том числе и меня. Мы должны это делать. Через многие выступления красной нитью прошла мысль, что в воспитании нет ничего важнее личного примера и, конечно, искренней любви к детям. Во главе угла – крепкая семья и все положительное, что она сможет предоставить ребенку. И безопасное детство было и остается общей заботой семьи и школы, всех остальных заинтересованных служб. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».